Всем привет! Меня зовут Евграф. Сегодня то ли четный, то ли нечетный вторник. Это значит, что на Едим ТВ новый выпуск Ричен Бич! В этой рубрике я готовлю несколько версий одного и того же коктейля из дешевых ингредиентов, из дорогих, из средних, из всяких разных. И потом ничего не подозревающий человек или люди пробуют их и пытаются отличить, какой лучше, какой хуже, что им больше нравится. Готовить я сегодня буду коктейль Том Коллинз, а пробовать будут Виталий Завадский и Василий Захарский. Том Коллинз — это классический коктейль, придуманный еще в 19 веке. Состоит он из джина, сахарного сиропа, лимонного сока и газировки. Напоминает слегка алкогольный лимонад, и происхождение этого коктейля вызывает некоторые споры разночтения. Так, историк Дэвид Вондрич, известный коктейльный историк, раскопал, что Джон Коллинз, который считается автором коктейля, как минимум считался до недавних пор, он этот коктейль, скорее всего, не придумал. Во-первых, Том Коллинз очень похож на джиновые пунши, которые были и без Джона Коллинза популярны. В Лондоне 20-30-х годов 19 века. А настоящим автором этого коктейля, вероятнее всего, является Стивен Прайс, американец, который в то время работал в Лондоне, он руководил клубом Гэрикс, Гэрикс, и был довольно неприятным человеком, поэтому никто особо не протестовал против того, чтобы Джон Коллинз присвоил себе авторство этого коктейля. Понятно, что дело было там 200 лет назад, и детали уже скрыты. Песочек ветром замело немножечко, но вот так считает Дэвид Вондриш, если хотите, почитайте подробнее. И главное, почему коктейль называется Том Коллинз, а не Джон Коллинз, все очень просто, туда добавляли джин Олд Том, вместо обычного Лондон Драйя. Олд Том, ну, грубо говоря, это чуть более сладкая версия джина, то есть это по рецепту там в 19 веке как раз его делали, сейчас тоже он довольно популярен, можно найти разных производителей, Олд Том Джин, но изначально он, скорее всего, придумывался на Лондон Драй Джине, то есть тут есть, опять же, разночтение, и поэтому мы будем готовить сегодня, как готовят все на Лондон Драй Джине, но одну версию мы все-таки сделаем на Олд Томе, чтобы сравнить. Коктейль готовится очень просто, все ингредиенты смешиваются, добавляется лед, газировка, стакан, можно украсить чем-нибудь, и, собственно говоря, все, коктейль готов. Некоторые его шейкуют, но, а главное, единого рецепта какого-то нет, есть в соотношении компонентов разночтение. Например, тот же Дэвид Вондрич говорит добавлять сок лайма, но мы не будем добавлять сок лайма, мы будем использовать лимон. Также кто-то говорит добавлять Олд Том Джин, кто-то говорит обычный джин, ну и разные сочетания, там, количество сахарного сиропа, там, какой сахарный сироп, там, два к одному, один к одному. В общем, я некий усредненный рецепт возьму и буду делать. Собственно говоря, сегодня у нас 5 версий коктейля Том Коллинз, и пора приступить к первой версии, версии Бич. Для версии Бич, естественно, мы возьмем самый дешевый джин, который у меня есть, Фриман, куплен он в красном и белом, около 300 рублей стоит. Этот джин, ну, как бы, ну, можно назвать джином, в принципе, да, он даже немножечко пахнет можжевельником. Джина надо добавить 60 миллилитров. Я делаю максимально близко к рецепту сайта ликер.ком, ну, как бы, можете брать другой, это уже ваше дело. Далее идет лимонный сок. Я буду использовать вот эту вот лимонную сикалку Сицилия. Это не имеет практического смысла в плане цены, то есть это стоит примерно так же, как просто из лимона надавить. Но это, конечно, удобнее, чего уж тут сказать. 22,5 миллилитра лимонного сока. Она прикольна тем, что хранится дольше. Так это, конечно, нафиг она не нужна. Но просто подписчики очень просили, я решил добавить. Дальше мы берем сахарный сироп. Это я сделал сам. 2 к 1. То есть 2 сахара, 1 вода. Рич сироп. Соответственно, тоже есть версии, там некоторые, что делают с обычным сахарным сиропом. Там где-то 15 добавляют, где-то 22,5, например, дают, вонтрич добавляет. Короче, тут есть всякие разные варианты. Мы делаем вот так. Немножко перемешаем, чтобы сироп разошелся. И, собственно говоря, пока все. Лед и газировку я буду добавлять в последний момент, чтобы коктейль не обводнился раньше времени и газы не вышли тоже. Пометим фиолетовым цветом. Отставляем в сторонку. Бич-версия готова. Переходим к второй версии, которую я назвал полубич или народная, как вам больше нравится. Для нее используется второй снизу по цене джин, который я знаю, но более, как бы, приличный, более распространенный среди обычных людей. Называется он Берестер. Поэтому я назвал эту версию Лойер Эдишн. 60 миллилитров джина. Этот что-то 500 рублей примерно стоил. На сайте Эльвайн он есть. И вот сюда мы уже добавим лимонный сок из нормального лимона. Я подавил лимоны. По совету в предыдущем видео подписчики написали. В принципе, логичная вещь, что, типа, разные лимоны могут быть разные кислоты, короче, разные сладости. Поэтому я надавил лимоны, все перемешал, отцедил с помощью сито. И получился у меня лимонный сок, которого, как вы помните, мы добавляем 22,5 миллилитра. Ну, примерно. Сахарного сиропа все так же 15. Перемешиваем. И, собственно говоря, ставим меточку красную. Это будет у нас полу-бич лойер версия. Версия номер 3. Назовем ее, ну, Рич. В принципе, все остальные версии у нас будут, можно назвать их Рич, можно назвать их средние. Я просто сделаю с разными джинами. Один из них будет Олд Том. Эту я назвал версия Джимми. И используем мы джин Хендрикс. Он на сайте Эльвайн стоит около 3, там, с копейками тысяч. Собственно говоря, так и стоят все три джина, которые мы будем использовать в Рич версиях. И вот так же мы добавляем 60 миллилитров. Лимонный сок. Сахарный сироп. Минус сахарного сиропа 2 к 1 в том, что он сложнее вытекает из джиггера. Перемешаем. Поставим вот такой цвет, голубенький. И отставляем в сторонку. У нас еще две версии. Следующая версия, я ее назвал Невил. И добавляем мы туда джин Хейман, собственно говоря. Невил Хейман был организатором этого всего мероприятия. Ну, в смысле того, когда джин делали. Спасибо сайту Эльвайн. Тоже около 3000 стоит, как я и говорил. 60 миллилитров. Наливаем 22,5 миллилитра лимона. И 15 миллилитров сахара. Вот так вот оставить. И пусть капает. А мы пока пометим вот таким вот розовым цветом. Перемешаем. И отставим в сторонку. Потому что у нас еще одна версия. Тоже Рич. Я назвал ее Том. Потому что я добавлю туда тоже джин Хейман, но Олд Том. Короче, разница, как я уже сказал, ну, есть некоторые в рецептуре. Ну, и я, собственно, хотел именно сравнить два джина одного производителя. Один Олд Том, второй Лондон Драй. Посмотрим, вообще, влияет ли это на что-то. Строго говоря, да, можно коктейль называть Джон Коллинз, который не с джином Олд Том, а Том Коллинз типа с Олд Томом. Ну, в общем, короче, на самом деле все делают, кому как не лень. Поэтому не паримся вообще. 22,5 миллилитра лимонного сока. 15 миллилитров богатого сахарного сиропа. Перемешиваем. Помечаем оранжевым цветом. И, в принципе, пришло время добавлять лед и газировку. Ровно по 6 кубиков в каждый из бокалов. В самую дешевую я добавлю только что загазованную дополнительно газировку, которую я делаю сам. В сифоне просто. Я думаю, по 60 миллилитров я везде добавлю. Этого будет достаточно. Версию полубич я добавлю Бонакву. Она, ну, как бы, большая бутылка стоит дешевле. Я взял маленькую для красоты. Около 20 рублей стоит такая бутылка, а большая тоже там недорого. Тоже 60 миллилитров. Вот, короче, идея в том, что надо, конечно, добавлять то, что вам нравится. Я Бонакву бы не добавлял. Это, в принципе, та же вода из-под крана, что и у меня. Тоже отфильтрованная. Я надеюсь, тоже газованная. Но, как бы, почему бы и нет. Дальше я решил добавить вот такую содовую. Написано ГОСТ. Я уж не знаю, какой там ГОСТ отвечает за слово содовое американское. Но в версию РИЧ-1 я добавлю именно такую воду. У меня целое видео есть, что такое содовое, да? И там ходят споры в комментариях, что, типа, на самом деле, содовая газировка – это разные вещи. Да, раньше так было. Но теперь уже это, как бы, разница не так очевидна, да? То есть раньше, да, делали лимонный сок с содой. Типа, вот такой вкус добавлялся. Сейчас уже особой разницы нет, там есть нюансы, но сейчас не хотелось бы в них даваться. Дальше идет перье. Перье, конечно, стоит подороже. Там сто с чем-то рублей. Вот такую бутылочку. И я, поскольку я, как и говорил, что вот эти двои версии, они будут одинаковые. Разница только в том, что там разный джин, пол том и обычный. Поэтому перье я добавлю и туда, и туда. Перье раз, перье два. Дальше мы слегонца перемешаем. Вот так поднимем просто. Снизу джин и все вот это вот, лимон и сахар. Просто, чтобы потом никто не жаловался, типа, а что не перемещал-то? Все самому. И украсим каждый из этих коктейлей. Вот такой вот красотулечкой, которую я сделал. Из шпажки, лимона, вишенки, которую я сам сделал. Можете, кстати, посмотреть, как она делается. Небольшой капельки любви. Добавим везде трубочки. Потому что этот коктейль, конечно же, пьют через трубочку. И, собственно говоря, все готово. Итак, у нас получилось. Версия Бич, также известная, как Морган с джином Фримен. Версия Полу Бич с джином Берристер и Бонако. Версия Рич, также известная, как Джимми с джином Хендрикс и Саддер. Версия Рич по имени Невилл с джином Хейманс Лондон Драй и Перье. И версия Том, тоже Рич, с джином Хейманс Олд Том и водой Перье. Итак, все коктейли готовы. Эксперты приглашаются испробовать. Эксперты. Привет, ребята. Здравствуйте, мальчики, девочки. Я надеюсь, это, ну, не знаю, может быть, Ленингбургский лимонад. Что, можно пробовать, да? Да, да. Начинайте. Давайте просто один и тот же, главное, пробуйте. Розовый взял Василий. На всякий случай, там, можешь мешануть или что-нибудь сказать. Но я, в принципе, в этот раз перемешал. О! Ничего себе! Ого! Там очень много водки. Мне кажется, надо еще помешать. И, видимо, на дно все осело. На всякий случай, да, лучше еще мешануть. Очень много водки и лимона, короче. У меня вот такое есть ощущение. А что мы, как называется рубрика, это? Рич and Beach? Да, да. Именно поэтому ничего не говорю. Понятно. Я просто молчу. Так. Так. Я, короче, пока не воздержусь. Я думаю, что это что-то наподобие водка-лимон или что-то такое. Я надеюсь, не все так просто. Но пока ощущение как будто да, да? Да. Как будто просто водка-лимон. Надо просто перемешать, наверное. Или пить так вот по всей высоте. Опять водка-лимон, но приятная водка, которая почти не чувствуется. Как думаешь, что это? Хортится или талка? Так, это, значит, голубая. Ну, тут чуть-чуть поприятнее, короче, все. Но в послевкусии все равно всплывает какая-то эта водочка всплывает в послевкусии. Достаточно мягко, кстати, идет. Да, да. Очень мягко. Это получше. Голубая пошла. Прям мягче. Мягче. Голубая пошла. Голубые ели. Идем дальше оранжевые. О, а это, короче, этот тоник внезапно появился. Тут прям такой очевидный хининный вот этот вот привкус. Все, можно вот это истригить? Да, да, да. Это я так и для красоты их положил. Чтобы вам приятно было. Мне очень приятно. Тут какой-то джин-тоник тут появился внезапно. Ну, вот в эту сторону. Водки уже нет. Да, тут как будто тут плохой дешевый джин. Вот такое ощущение. Но с тоником. А это как будто водка с лимонадом. Розовый, как будто. С лимонадом. Это вообще просто тут прям водка выпирает. Ты попробуй еще раз, потому что может быть первый там дальше. А я сейчас вот по всем пройдусь. Ты пока можешь просто поедать. Я погадаю, тоже воздержусь. Я бы не исключал сейчас ничего. Я тут вообще просто, да. Тут так опасно, короче, облажаться на камеру. Может быть элитное пойло поставить на последнее место. Мы все это уже проходили. Бич-амбассадор. Бич-амбассадор канала. Четко. Да. Я считаю, что директор пляжа. Бич-инспектор. Инспектор пляжа. Так, красный. Пробует Василий. Я что-то запутался, но тут... Воды можешь налить? Да. Слушай, давай это немножечко водички. Я каждый раз забываю налить воды. Так. А потом заливаю? Тут, короче, алкоголь вот где-то между посередине, между вот этими. Между розовым и синим. Да. В красном. Такой. Оранжевый пока самый топчик, потому что там чувствуется как будто бы тоник, а вот здесь как будто бы это какое-то, не знаю, там... Не знаю. Да, действительно, в оранжевом чувствуется почему-то тоник внезапно, но мне что-то подсказывает, что это не тоник. Где-то нас обманывают. Здесь тоже что-то типа тоника в красном. И самый нейтральный вкус алкоголя, в принципе. Почти такой же, как и здесь, по нейтральности. Вот это мы тоже сразу истребим. Очень красиво я ягодки в конце съем. Так, и остался последний у нас фиолетовый. Фиолетовый. Фиолетовый, как говорила моя племянница, когда маленькая была. О! Какая гадость. Какая дрянь. Так. Мне даже интересно стало. Так. Ужасно. Тут... Какой-то... Фу. Ужас. О, вообще. Он, в отличие от всех, он, короче, сладкий. Это как будто сладостью пытались заглушить отстойнейший какой-то алкоголь. Но он типа вроде как не водка какой-то, что ли. Типа, как будто в сторону рома, что ли, или я не знаю. Короче, самый дряной здесь. Просто он дряной, потому что, ну, типа, просто водка выползает оттуда. Вот эта ядреность. И все. Ну, просто, типа, я думаю, что если убавить количество алкоголя вот здесь, в розовом, то получится еще более-менее. А здесь, я не знаю, ее фиолетовым ничего не спасет. Фиолетовая – это дрянь из банки по-любому. А, банка есть, короче, да? Скорее всего, вот что-то. Вот если в этом есть, ну, среди этого есть банка, то, скорее всего, возможно, это фиолетовая, потому что она сладкая. Она сладкая, у нас же люди любят сладкое. Вот это самое дряное пойло. Да, это меня что-то напоминает вот какие-то студенческие годы, когда там перерывок между парами я бывала там. Вообще, у нее вот этот алкоголь, алкоголь этот вылезает. Короче, нет, вот это я точно пить бы, ну, типа, не стал. Абсолютно точно. Вот это бы… Попробуйте еще раз, может быть, там какие-то. И можно поставить места, что больше понравилось, что меньше понравилось. То есть, какой коктейль… Оближем к трубочке по кругу еще раз. Можете взять еще одну, там, где-нибудь. Нет, что? Давай, по-новой. Ну, вот после фиолетового там нет алкоголя вообще уже, не чувствуется. Да? Ну, кстати, внезапно появился вот этот вот привкус хинина. Да, да. Почему-то. Да, после вот этого, короче. После фиолетового в розовом появился хинин. Согласен, согласен. Он тоже стал похож на, типа, водка-тоник. Да. Ну, алкоголь сам после фиолетового не чувствуется. Так, ну вот. Здесь тоник вылезает. Короче, я думаю, что… Что это? Может быть, это плохие джинны с разными тониками? Может быть, так. Я тут… Нормальный экземпляр, мне кажется, ну… Тут тоже алкоголь вылез. В синеньком. Не, вот единственный хороший вариант, короче, оранжевый. Оранжевый нормальный. Да, все остальные просто какой-то шмурдяк. Вода, если что. Ну, нет, конечно, конечно, не прям шмурдяк. Нет, не прям так, но… Но они уже, кажется, мне все уже одинаковыми. Я думаю, вода, ну а что тут мне не поможет тут вода? Фиолетовый я даже пробовать не буду, с ним вообще все понятно. Короче, из этого, мое мнение, если кому-то интересно, вот это номер один, это однозначно… Оранжевый. Оранжевый, просто это абсолютно точно. Ну и дальше, наверное, второе-третье место плюс-минус делят вот эти вот ребята, это синенький и красный. Этот, блин, ну, конечно, сложно сказать, вот, когда у тебя все накапливаются эти вкусовые эффекты, это все сложновато. Но здесь все-таки вот алкоголь выпирает так, ну, типа плохой алкоголь выпирает. Ну, в смысле, не плохой алкоголь, а вот концентрированный водочный вкус конкретно. Да, мое мнение таково, что, да, лидером у нас выступает оранжевая версия. Да, однозначно. Однозначно. Ну, а вот второе-третье место у меня как раз делят красная версия и розовая версия. Третье место синий, а четвертый, ну, как аутсайдер уже скорее, это вот фиолетовый шмурдяк из банки. Я хочу переобуться, короче, и вот между вот этими, я знаю, присоединиться к Виталику. Если бы я первый глоток сделал там из вот синенького, возможно, он тоже бы показался алкогольным. Потому что вот сейчас вот я их вот пробую промеж себя, и они типа близки, и возможно даже вот как-то... Синий хуже? Да, возможно. Поэтому я могу однозначно только, ну, сказать, что номер один – это оранжевый, и аутсайдер – это фиолетовый, который не хочется пробовать, он очень сладкий такой, ну, типа прям, вот. Номер один – это оранжевый. Но в нем просто... Почему номер один? В нем ярче всего чувствуется вот этот вот вкус тоника и меньше всего алкоголя. Там алкоголя как будто бы вот, ну, типа прям, типа очень, да, очень-очень мало. А в остальных алкоголь выпирает, и выпирает алкоголь именно в водочные. То есть я не могу сказать, что выпирает что-то, что тебе хочется, там, типа пить, дегустировать, там, какие-то вот такие вот штуки. Вот. Но если это джин-тоник, то я джин-тоник никогда особо, типа, не полюблял. Потому что я не люблю ни джин, ни тоник. Поэтому, ну, типа, ты прям... Если это он, то ты молодец, что позвал меня. Типа, бинго. Так, значит, вот это еще раз. У тебя оранжевый первое место, фиолетовый последнее место. А остальные там уже что-то, да. Они делят, короче, красный, синий и розовый делят там. Ну, да, 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 да. Скажем, одинаково плохи. Не паршивы, но плохи. Ну, такие, ну, среднички как бы, ну. Ну, как будто ты взял рядовой джин и рядовым тоником разбавил. Ну, типа, и в таких пропорциях, что джин все-таки выпирает, но джин недорогой, поэтому ты такой тип. Мне кажется, тут проблема в следующем, что джин, возможно, тут есть какие-то хорошие, есть плохие, но, мне кажется, все дело в тонике. Тоник, скорее всего, портит все. Вот второе место все-таки красный. Второе красный, вот это вот. Три, вот это три, четыре. Итак, пришло время раскрыть карты. Уди и нас. Ну, начнем с того, что это не джин. Это рун кола. Почти. Нет, это джин, но том колец. Это там тоника нет. Слушай, ну, так грустно обосраться, конечно. Но я хочу, то есть, типа, с кровой мэри получилось лучше. Ты прям все угадал тогда, я помню. Да, да, да. Но хочу сказать вам, что фиолетовый, это действительно бич-версия. Это вы молодцы. Ну, хотя бы. В фиолетовом, там, джин Фримен, который стоит 300 рублей. Красные, белые. А слажистый, слажистый, откуда такая? Ну, сахарный сироп. Так, а в остальных? Я не знаю, почему у тебя сладость. Может, плохо помешало или что-то. Нет, он действительно сладкий. Везде. Ты сам прав? Я вам обещаю, что везде 15 миллилитров, все запечатлено. 15 миллилитров моего рич-сиропа везде одинаково. Да? Твоего? Да. 15. Ничего себе, выпирай, только здесь. Ну, допустим, вот, типа, ты чего там, победил? Ну, я бы не сказал, что это слаще. Слушай, а почему хинь... А, ну, значит, это вот, это... Лимон. Значит, джин. Значит, выпирает джин. Как бы от хинины там только джин. Да. Дальше у вас... Не, я сказал, что, ну, типа, не факт, что это этот... Сейчас я оправдываюсь на камеру. Не факт, что это джин тоник. Давайте снимем еще раз, тестировали. Да-да-да. Не факт, что джин тоник, потому что реально, ну, типа, какие-то дополнительные вещи, типа, сладости, вот этой всякой фигни... Да, тоники обычно не такие кисло-сладкие, конечно. Дальше у нас, у вас идет, ну, короче, по разным местам, там, розовый, синий и красный, они где-то там посередине. Значит, красный, это полубич, джин Берестер, и вода, значит, у нас Бон Аква, ну, просто, типа, дешевая газировка обычная. А я что, там, последний раз переобулся на второе место у тебя, да. Берестер на втором месте у тебя. Берестер, мой любимый. Вот. Дальше у нас синий, ну, примерно там же, да. Это джин Хендрикс уже, то есть, это, как бы, остальные все три версии, они примерно одинаково стоят, они все рич. Вот так вот. Джин Хендрикс, и там содовая, просто содовая, так и называется, она. А, так ты и содовую еще менял с Катабазом? Да, я менял содовую тоже. Вот так вот. Слушай, ну, это уже, да, начинается. Я сомневаюсь, что в этих случаях менялось, но в... Самое интересное, что розовый, который тебе вначале так не понравился, это версия с Джином Хэймонс и Перье. Джин Хэймонс не Олд Том, а оранжевый все то же самое, но Джин Хэймонс Олд Том. То есть, типа, оранжевое и розовое, это одно и то же, только разные джинмы. Кажется, сладость, как с Крала градус. То есть, все-таки, все-таки Олд Том важен в Томми Коллинсе. Как намекает нам название этого коктейля. Ну что ж. Вот. А у нас из дешевых Олд Томов-то, собственно, опять же, мой любимый только он. Я, к сожалению, его не встретил. Он почему-то сейчас они начали продавать оранжевый, розовый, там что-то еще. Олд Том редко. Но Олд Том, мне кажется, у нас просто не особо популярен, то есть, люди не знают, что это такое и не берут. Конечно. Но он везде, собственно, не очень популярен. Я удивлен, что даже тот же Баррестер начал появляться, или Баррестер? Нет? Слоя. Начал даже появляться, да, Слоя это вообще там отдельная суперкатегория. Начал вообще появляться оранжевый еще какой-то. Я думал, ну типа, джин, ну... Нет, это как раз мне более-менее понятно, потому что, типа, ну, из серии джин со вкусом. Пепси-манго, короче. Джинс оранжевый. Есть же Пепси-манго? Да. Эти Кока-Кол и Пепси, там их миллион. Ничего. В общем, какие мы можем сделать выводы сегодня? Что мы сегодня поняли. Ну, во-первых, как бы, естественно, если вам не нравится джин, то это не ваша какая-то. Да, да, да. Джин Олд Том здесь важен. Надо будет, может быть, когда-нибудь еще сделаем, либо в рамках Рич-н-Бич, либо просто, значит, разных Олд Томов попробуем. Ну, типа, наберем, там, какие есть, их не так много. А их, да, собственно. Три, как я знаю. Ну, тут важен, короче, Олд Том. Такая история. И история, в которой мы говорили, я помню, мы снимали с тобой, когда Том Коллинз, там даже кто-то комментарий написал, я поэтому помню, потому что это было относительно недавно. Сказали, что если у вас нет джин Олд Том, добавьте чуть-чуть сахарочку побольше. Типа того. Да, ну, нет, это понятно. Ну, грубо говоря, это, конечно, да, но не вполне. То есть у него есть все-таки вкус еще другой у Олд Тома в сравнении с обычным Лондон Драймом. Но я периодически просто в коктейли с джином добавляю просто чуть-чуть побольше, короче. Вот такое видео. Спасибо, что смотрели. Пишите в комментариях, что все сделано не так. И вообще надо было по-другому, короче. Не говорите друг другу какие-то впечатления, там, в бокалах темных, чтобы не видно цвета было или еще чего-нибудь. Ты такое тоже пишешь, да? Да, что только не пишут, короче. Есть все специалисты, очень много специалистов у нас в комментариях. По всем вопросам. Я главный, просто спросите меня, и я скажу вам, что Том Коллинз это почти джин-тоник. Да. Вот и все. Не, ну серьезно. Прямо Кенин, Кенин вылезает вот тут вот. Вот тут прям очень сильно вылезает. Пишут еще в комментариях, типа, да, как вы не отличили там то-то от этого. Да, что, сделай, сделай, ты, вот ты, кто пишет это. Да, это совершенно другие ощущения. Абсолютно. То есть я сейчас, поскольку я это готовлю, я знаю, что где, я, некоторые считают, что типа я понтуюсь, что я типа все разбираюсь. Я бы тоже не угадал ничего, так что все нормально. Да вот хороший пример был выпуск с Амельяненко. Да, Амельяненко. Бренд амбассадор Джеймисона, который не узнал Джеймисон. Да. Но, блин, он не узнал его в коктейле, среди прочих коктейлей. Каты подряд, да нет, ну это что тут даже. Все сложно. Да, говорить не о чем. Подписывайтесь на нас на всех соцсетях, особенно Телеграм, там есть чатик уютный. Подписывайтесь на Васю и на Виталика. Вася, кстати, канал, теперь он обновил свой, освежил. Какой? На Ютьюбе, нет? Да, да. Какой? Я думал, ты при Телеграм. Так что там подписывайтесь тоже, я ссылку оставлю. Там, если вам мало Васи на Едим ТВ, то там будет, я думаю... Там только Вася. Можно восполнить какой-то дефицит. Осторожно, сцены содержат сцены Василия. Да. Видео содержат сцены Василия. Спасибо сайту Эльвайн, там можно купить многое из того, что мы сегодня использовали. И получить скидку 35% по промокоду Едим ТВ. Ссылка в описании. Естественно, скидка не распространяется на уже скидочные позиции и позиции по спеццене. То есть там тоже будет скидка, но поменьше. Ставьте лайки, не забывайте. Подписывайтесь, если не подписаны. До новых встреч. Пока. А, ну и, конечно, пишите, что еще в Рич-н-Бич приготовить, потому что у меня заканчиваются популярные коктели. Раз уж я Том Коллинз делаю. Да, кстати, да. Человек, который не глубоко в барной коктейльной индустрии, он не скажет. Я вообще забыл, что я не такой коктейль. То есть я пробовал, я говорю, ну типа джин-тоник, ну типа вроде нет. Джин-содовый, глупо. Ну, конечно, джин-содовый там, ну да, с мелкими добавлениями. Да, все. Все расходим. Осталось вишенки поесть. Это можно, да. Это твои? Да, это мои. У меня есть, кстати, и такие. Хочешь попробовать? Люксарда. А давай. Лухарда. Потому что у меня какое-то недоверие к этим вишенкам, на самом деле. Хочешь? Да. Ну ты ел, то тебе не понравилось, я помню. Я думал, тебе понравится, а тебе не понравилось. Давай, я был, наверное, очень пьян. Давай еще раз попробую. Пожалуйста. Слушай, даже. Можете растащить на гивке, если хотите. Да, действительно. Я, похоже, в прошлый раз был. Слушай, ну пьян. Они хороши. Твоя попиздача. Ну, моя с душой действительно сделала. Твоя чем лучше, знаешь? Только одним. Сахара в ней поменьше. А, ну да. Ну, это как варенье, типа. Да, это прям она... А у меня она все-таки больше пьяная вишня такая. Да, да, да. А так это, ну, типа прям ок. Ну, да. Ну, в принципе, ничего не мешает использовать варенье обычное.